Доброе утро, Ирина Анатольевна. Можно войти? Да, Маша, проходи. Я тебя слушаю. Да. Ирина Анатольевна, у меня к вам просьба. Между нами девочками. Так, так, так. Уже интересно. Я тебя внимательно слушаю. У нас с Кириллом годовщина. Точнее, полгодовщина. Короче, мы с Кириллом полгода вместе. Здравствуйте. Поздравляю. А в чем просьба-то? Подарков не будет. Да нет, я не про это. Я хочу устроить для него небольшое испытание. Что-то вроде экзамена на знание друг друга. Экзамен? Ты пришла по адресу. Я ему такой экзамен приготовлю. Нет-нет. Я вопрос уже подготовила. Вам нужно только их незаметно задать для Кирилла. Ах ты, коварная женщина. Хитро. Спасибо. Так что, поможете? Маша, ты же знаешь, для меня экзамен всегда праздник. Даже если такой необычный. Еще раз спасибо, Ирина Анатольевна. До встречи. Ох и выедобщица. Маша, подойди нас. О, привет, девочки. Привет. Привет. Ты чего такая радостная? Соня, ну ты что, забыла? У нее с Кириллом полгодовщина. Точно. И что ты ему подаришь? Экзамен. Маш, мне почему-то кажется, что Кириллу на несколько другой подарок рассчитывает. Полностью согласна с Соней. Экзамен ему вряд ли понравится. Девочки, вы ничего не понимаете. Это особенный экзамен. А поподробнее можешь объяснить? Могу. Короче, я подговорила Арину Анатольевну. Она ему будет задавать вопросы о наших отношениях. Так я узнаю, насколько мы стали близки за эти полгода. Как вам идея? Да, ну... Норм, в принципе. Я тоже так думаю. Дала бы вам почитать вопросы, но, увы, я их отдала на Кондорну. Соня, а пойдем-выйдем? Да, пойдем. Ксюша, Соня. А вы куда? А мы... Туда. К... Ирина Анатольевна. Кому-то из них. Странные умные подруги. Правда, Эльдарчик? Ты же понимаешь, что будет, да? Ещё бы. Кирилл не ответит. Маша обидится. Будет ругань, делёжка друзей. Ты ещё кое-что забыла. Кто-то из них решит перейти в другую школу. Нужно это как-то предотвратить. Ну как? Нужно найти вопросы и помочь Кириллу ответить на них. Ему не впервой. Мошенничать на экзамене. Точняк. Погнали, когда кудовник. Здравствуйте, Елена Анатольевна. У нас к вам срочное дело. Максимально срочное. У вас сегодня весь класс крайне деловитый. Чем могу помочь? Вы сегодня будете некий особенный экзамен проводить? Да. И есть у меня такая задача. А будет нам на вопросы посмотреть? Хоть одним глазочком. С чего это вдруг? Это, знаете ли, личное. Ага. Именно поэтому вы будете спрашивать их при всём классе. Мы же всё равно услышим. Ну и что? Девочки, экзамен есть экзамен. Всё строго конфиденциально. Ну пожалуйста, это для всеобщего блага. Вы же понимаете, Кирилл завалит этот тест на любовь. Ну значит, такова судьба. Сердца у вас нет, Ирина Анатольевна. Ой-ой-ой, какие умные. Ишь, чего захотели. Экзаменационные вопросы. Шиш вам. Вот же упёртая, бездушная, чёрт своя училка. Тише-тише, злостью тут не поможешь. А чем поможешь? Маша нам тем более вопросов не даст. Кирилл скоро придёт. А у Робова тут начнётся. О, здесь одна идея. Ирина Анатольевна, там третиклассники кошку мучают. Как мучают? Зачем? Где? На задней дворе. Вы что, не слышите, как кричит несчастное животное? Ой, какой ужас. Что же это за дети такие, а? Не понял. А куда это она побежала? Кошек мучают. Ты не могла ничего получше придумать? Ну извини, сказала первое, что в голову пришло. Фоты быстрее. Готово. Всё, погнали. Соня, Ксюш. Ой, Кирилл, привет. Как хорошо, что ты здесь. Тебе нужно просто знать. Привет, Кирюш. А вы чего не заходите? Привет, дорогая. Мы как раз собирались. Ну так, давайте. Машенька, я поздравляю тебя с нашей полгодовщиной. Кирилл, это тебе. Не надо было. Пластик. Пластик. Ты же недавно жаловалась, что тебе нечем карандаши стирать. Кирилл, спасибо тебе. Ты у меня самый лучший парень на Земле. Нет, во Вселенной. Рад, что тебе понравилось. Кирилл, ты должен кое-что знать. Через несколько минут, а может и секунд, тебе будут задавать вопросы. Мы тебе подскажем ответы. Ты делай вид, что всё знаешь сам. Потом объясним. Добрый день всем, кого не видела. Кирилл, прошу к доске. Елена Анатольевна, ну чего сразу я... Давай, давай. Мы с тобой. Итак, тема урока. Письмо Татьяны Конегину. Кстати, Кирилл, а что Маша просила тебя сделать в первом своём письме к тебе? Томашку. Не подсказывать. Удалю из класса. Елена Анатольевна, а к чему этот вопрос? Ты мне ещё вопросами на вопрос поумничай. Учитель спрашивает, значит отвечай. Да, не буду я отвечать. Это лично, ясно? Маша, не волнуйся, сейчас всё будет. Следующий вопрос. Как мы знаем, у Татьяны была кошка. Кстати, Ксюша, на заднем дворе не было третьеклассников. Видимо, отпустили бедное животное и убежали. Слава Богу. Это да. Так вот, у Татьяны была кошка. А как звали первую кошку Маши? Кокос. Кокос, кокос. Эй, укоманитесь, пусть сам отвечает. Окей, следующий вопрос. Татьяна с Онегиным достаточно часто расставались. Так вот, скажи мне, пожалуйста, когда вы впервые с Машей расстались? Назови мне дату. Да, что за бред? Не буду я отвечать на эти дурацкие вопросы. В смысле дурацкие? Это вообще-то мои вопросы были. Что? Что тут происходит? Маш! Ребят, куда вы? Тут же ещё так много интересных вопросов. Какие любимые Машины цветы? Маша на первое слово. Каким шампунем Маша пользуется? Маш, ты чего? Не трогай меня. Я знаю ответы на все эти вопросы. Честное слово, твой любимый цвет оранжевый. Твою первую кошку звали кокос, а вторую ананас. И вообще, ты любишь фрукты. А, Хомяка, как мы его звали? Серёга! Кирилл, извини меня, я погорячилась. Ты у меня такой идеальный. Пойдём в класс. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...